В этом году в 20 населенных пунктов Волгоградской области впервые должен прийти газ. Об этом сегодня на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров. Участники рассмотрели вопросы реализации совместной с «Газпромом» программы газификации и меры поддержки населения, в том числе и новые. Андрей Бочаров отметил, завершение газификации Волгоградской области – стратегически важная задача. Ее цель – повышение качества жизни людей, развитие муниципальных образований и региона в целом. До конца 2027 года уровень газификации региона должен составить 98%, то есть голубое топливо должно прийти в 166 населенных пунктов, в 20 из них – впервые. Для этого построят 144 межпоселковых и 166 внутрипоселковых газопроводов, 225 котельных на газовом топливе. По итогам совещания глава региона поставил задачи обеспечить выполнение обязательств Волгоградской области по проектированию и строительству внутрипоселковых газопроводов и котельных на газовом топливе, обеспечить финансирование обязательств региона, а также продолжить информирование жителей о действующих программах и мерах безопасности при использовании газового оборудования. Волгоградские школьники принимают участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Старшеклассники с легкостью оперируют сложными научными терминами и уверенно отвечают на вопросы экспертов. Наука вызывает у них особый интерес. Всероссийский конкурс «Большие вызовы» в регионе проводится не первый год. В этот раз организовать его помогли сотрудники регионального центра «Одаренных детей Волна». В качестве площадок для проведения конкурса определены лучшие образовательные организации Волгограда. В этом году на конкурс подали больше 200 заявок. Проекты представлены в сельском хозяйстве, медицине, транспорте и логистике, финансах и энергетике, нанотехнологиях, химической промышленности, искусственном интеллекте и других сферах. Помимо возможности воплотить в жизнь изобретения, победители и призеры смогут принять участие в образовательной смене на федеральной территории «Сириус». Также полученный диплом можно приложить к портфолио при поступлении в ВУЗ. Жителю Краснооктябрьского района Волгограда, ветерану войны и труда Василию Григорьевичу Полянскому, сегодня исполнилось 97 лет. 500 тысяч квадратов жилья в Сталинграде построены при самом активном его участии. Именно он открывал в городе герой эпоху крупнопанельного домостроения. Новые технологии, которые помогли ускорить решение квартирного вопроса, Василий Григорьевич освоил одним из первых в стране. Василий Григорьевич родился в Сталинграде. Перед войной семья переехала на Урал. Оттуда он был призван в армию и направлен в военное училище, которое закончил уже в 1946 году. Молодой офицер служил в Тюмени. Позже часть перевели в Севастополь на строительство объектов военного назначения и восстановление разрушенного войной города. Получив бесценный опыт, капитан Полянский после демобилизации вернулся в Сталинград, где применил на практике все полученные знания. Прорабом на стройке он работал до 74 лет, только тогда ушел на пенсию. Его дома успешно служат волгоградцам и поныне. Несмотря на почтенный возраст, Василий Григорьевич ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Он частый гость в образовательных учреждениях города Героя. Охотно делится богатым жизненным опытом с подрастающим поколением. Всегда берет с собой фотографии, которые сделал в послевоенном Сталинграде. День рождения именинника – заслуженные поздравления, пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни. В Волгоградском музыкальном театре очередная премьера – концерт «Я встретил вас». В программе популярные и любимые многими романцами известных композиторов – Поколейникова, Прозоровского, Фельдмана и других. Исполнители Светлана Османова и Леонид Маркин. Авторы тщательно подбирали репертуар. Для каждого произведения были специально написаны новые аранжировки. Услышали гости и произведения, которые ранее на сцене музыкального театра не исполнялись. «Что мне жить и тужить» и «О, не целуй меня» Варламова, «Прелестные глазки» Булахова. Репетировали концертную программу полтора года. По словам артистов, романс – один из самых сложных музыкальных жанров. Для его безупречного исполнения нужно не только обладать артистическими данными и чувствовать каждое слово, но и иметь жизненный опыт, быть искренним с собой и со зрителем. Ведущая концерта заслужена артистка России Анна Стрельбицкая прочла проникновенные стихи русских поэтов, тем самым дополнив романтическую атмосферу. В зале «Аншлаг» – наглядное подтверждение того, что старинные романсы любимы по сей день. Сегодня вечером и завтра днем в Волгограде без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 2-7 метров в секунду, днем юго-восточный и южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 1-3 градуса, днем плюс 5-7 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова